Приветствую зрителей моего канала. Сейчас я занимаюсь одним мебельным проектом. Комната, в которой я монтирую мебель, находится в мансардном этаже и имеет скошенные потолки. Поэтому мне приходится делать много подреза мелких деталей. И специально под эту работу я сделал еще одну каретку для циркулярной пилы. А поскольку детали, которые я подрезал, нужно было подрезать точно, то мне нужно было сделать так, чтобы карета двигалась в пазах без люфта. Как я вышел из этой ситуации? В направляющие я сделал два пропила, в которые вложил вот такие вот деревянные вкладыши. Меняя размер вкладышей, я отгибаю кромку. Таким образом уменьшаю люфт вплоть до ноля. Значит еще одно новшество, которое я применил на этой каретке, это переставляемая рукоятка. Поскольку я использую каретку как с правой, так и с левой стороны пилы, когда я режу длинные детали, то я устанавливаю еще дополнительную подпорку, по которой скользит край детали. И чтобы мне было удобно работать с двух сторон, я имею возможность переставлять ручку в любое отверстие. Ну а скажем, когда я режу длинную деталь где-то пополам, то ручка в центре мне мешает. Ну а в основном эта карета, практически не отличается от моих предыдущих. Единственное, что наждачку я наклеил уже по всему переднему краю и сделал немножко другое расположение отверстий. Сделана она из 10 миллиметрового мебельного ДСП. То место где клеилась наждачка зачищена. Наждачка приклеена на 88 клей. Вот эти вот упоры у меня регулируемые. Они позиционируют деталь, причем по этому упору я сдвигаю деталь. Ну а этим только подпираю. Таким образом обрезая на необходимую глубину. Это каретка для данного заказа. Это только половина оснастки. В следующем видео я покажу еще одну, на которой я резал длинные детали. А на этом сегодня все. Всем спасибо за внимание. Оценивайте мое видео. Пишите комментарии. Мне интересно на них отвечать. Делитесь видео. Ставьте лайки. И встретимся во второй серии. Всем спасибо за внимание.